Музыка Пришла она в Украину достаточно давно, лет 10 назад, может быть 15, точно никто не знает, потому что активно в нее начали играть, может быть, 4-5 лет назад, следовать правилам, начали организовывать большое количество турниров, начали ездить за границу, чтобы перенимать какой-то опыт. Чемпионаты Украины на самом деле проводят 15-10 лет уже, за последние 4-5 лет тоже появилось в Украине достаточное количество опытных уже игроков, в ближайшем зарубежье тоже составляют уже достаточно неплохую конкуренцию тем же польским, словацким командам, венгерским. И конкретно на вот этом чемпионате, первый раз в истории Федерации Питанка Украины, появились арбитры. Арбитр европейского уровня, польский Маций Жвудковский, который провел тренинг для игроков, по сути для всех желающих, таких набралось только 5. Зато у нас сейчас есть 5 сертифицированных арбитров. Тренер француз, которого зовут Ксавье, взялся воспитывать именно команду, национальную сборную команду. Он сделал отбор, поездил по украинским чемпионатам, посмотрел, выбрал 6 человек, из которых он строил команду, которая поедет на чемпионат Европы во Францию в сентябре этого года. Собственно, он отбирает из этих 6, 3-4 лучших. Сегодня мы играли одиночки, один человек в команде, поэтому моя задача была сделать поинт или тир в зависимости от ситуации. Вчера мы играли триплеты, три человека в команде, и там каждый человек имеет свою роль. Есть человек, который начинает, и он делает поинт, он ставит первый шар. Есть человек, который выбивает чужие шары. Очень много зрителей и очень много спрашивают про игру. В Украине больше молодежи, количество молодых игроков, чем постарше люди в Европе. В некоторых странах это наоборот. Больше играют люди постарше, пенсионного возраста, молодые реже. Вообще в Украине очень много молодых людей, очень много женщин, девушек молодых в питанке. Это тоже отличительная черта, потому что в других странах в основном это мужчины. Женщины на порядок меньше, реже играют. Питанком занимаюсь 5 лет примерно. Начал как развлечение, как игра, просто как досуг. Постепенно, когда вошел в сообщество в Украине именно игроков, затянуло уже как в спорт. Как раз в эти годы, года 3 назад, питанк признали спортом. Это значит, появились серьезные соревнования. Харьков, наверное, в Украине город, в котором питанк развивается очень активно по сравнению с другими городами. Три клуба уже сейчас. В общем, количество людей в Харькове, наверное, больше, чем в любом другом городе Украины. Поэтому и условия у нас очень здесь хорошие. Созданы специализированные площадки, парки Горького. В общем, есть все условия. А просто начинающим я рекомендую просто приходить и начинать просто для начала получать удовольствие. А потом уже думать дальше, развиваться, не развиваться, как спортсменом.